Человеку свойственны слабости. Одна из них – жажда власти. Подстегиваемые желанием чувствуют себя повелителями, люди с головой уходят в виртуальный мир. Но именно там их и поджидает самая коварная ловушка. За кажущейся простотой прячется опасный враг. Страх. Из виртуального мира нет выхода, ведь он становится на вождении, полным ужасных чудовищ, хладнокровных убийц, злых манев, живых трупов и другой нечисти. Компьютерная вселенная – это не игрушки. Это воплощение всего самого отвратительного, что только может породить человеческое воображение. В эфире программа «Страшно интересная десятка невероятных изобретений виртуального мира». Мы представляем вам самые зловещие грани цифрового измерения. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Сегодня мы познакомим вас с десятью высшими проявлениями творческой и технической мысли по ту сторону экрана. Мы представим вам десять самых невероятных изобретений, существующих в компьютерном зазеркалии. На первый взгляд, это всего лишь сложные механизмы и великолепно сделанные постройки. Но почему же при более детальном рассмотрении по коже начинают бежать мурашки от страха? Мы начинаем наш обратный отсчет. Успех выполнения секретным агентом задания всегда и во многом зависел от правильного обмундирования. В арсенале Сэма Фишера хватало технических шедевров, начиная от специальных костюмов и заканчивая уникальными единицами огнестрельного и холодного оружия. Но, пожалуй, самым впечатляющим гаджетом являлись его любимые трифокальные очки. Их функциональность поражала. Глобальная система навигации позволяла отслеживать свое местоположение в любой точке мира. Дополнительный зум давал возможность видеть мелкие детали даже на удаленном расстоянии. Прибор ночного видения превращал ночь в яркий день. А с функцией теплового зрения можно было увидеть противника даже через закрытую дверь. Укомплектованные лазерным микрофоном очки превращались в идеальное подслушивающее устройство. Все это позволяло успешно выполнять кровавые задания. Трифокальные очки, яркий обращик шпионских технологий и сплинтерселл открывают наш список невероятных изобретений по ту сторону экрана. За долгие годы работы в MIT и легендарном исследовательском центре «Черная месса» профессор Айзек Клейнер достиг небывалых высот в изучении природы многих физических явлений. Особенно Клейнер преуспел в исследованиях феномена телепортации. Разработанный им и его сотрудниками телепорт был его детищем и причиной многих бед впоследствии. Когда в «Черной мессе» случилась страшная авария, именно через этот телепорт в наш мир начали проникать жуткие существа из потустороннего мира «Дзен» и нападать на персонал комплекса. А примерно через 15 лет, когда землей завладели пришельцы из расы Альянса, вновь сконструированный Клейнером телепорт вновь заслужил свою добрую и не только добрую службу. Что все это значит? Да кто вы такой? Как вы тут оказались? Не всегда исправно работающий, он пригодился для того, чтобы силы сопротивления во главе с Гордоном Фрименом могли проникнуть в земную штаб-квартиру Альянса и дать достойный отпор агрессорам. Но в то же время, по образу и подобию прежнего телепорта, силы Альянса построили свои более мощные аналоги и призывали на Землю все новые и новые орды захватчиков из параллельного пространства. Наделавший немало шума, телепорт из серии «Галфлайт» сегодня самопроизвольно переместился на девятое место нашего рейтинга. Лаборатория «Эперчер Сайенс» была странной организацией и мрачным местом. Стремясь опередить своего главного конкурента, исследовательский центр «Черное месо» сотрудники лабораторий сосредоточились на изучении такого редкого явления, как порталы. Для этого в стенах «Эперчер Сайенс» было создано поистине невероятное устройство. Устройство, не имеющее аналогов в мире. Это было переносное устройство для создания порталов. Необычного вида механизм, напоминавший портативную пушку, позволял единовременно создавать два связанных между собой разрыва пространства – портал, через который можно было мгновенно перемещаться самому или пропускать неодушевленные предметы. Сквозь голубой эллипс входного портала, открывавшийся только на плоских твердых поверхностях, было видно, что находится на выходе из оранжевого выходного портала. Таким образом, в пустынных тестовых камерах и мрачном подсобном помещении пространство искривлялось самым причудливым образом. А единственная живая душа – девушка Челл – судорожно пыталась найти выход из этих жутких казематов. Уворачиваясь от смертельных ловушек, она пронизывала стены, потолки и полы портальной пушкой в надежде выбраться на свободу. Страннейшая портальная пушка из Портал провалилась на восьмую ступеньку нашего хит-парада. Сделаем небольшую паузу, чтобы вы успели оправиться от впечатлений. Это страшно интересная десятка самых невероятных изобретений виртуального мира. Не переключайтесь. В ключевые моменты истории чей-то гений являет миру что-то радикально новое, что способно изменить мир навсегда. Очень часто такие новинки заставляют скорее содрогнуться, чем восхититься. Мы продолжаем обратный отсчет самых невероятных изобретений по ту сторону экрана. Раскопки на Марсе глупым и вечно любопытным человечеством однажды обернулись страшной катастрофой. На красной планете был обнаружен портал прямиком в ад, вход в который был открыт фанатичным доктором Бетругером, несмотря на древнейшие предостережения, найденные вблизи раскопок. Это были письмена, оставленные доисторической марсианской цивилизацией с просьбой не открывать сатанинский портал. Однажды эти мудрые существа сумели остановить вторжение демонов и заключили свои души в особый артефакт – куб души, который и охранял эти зловещие врата. Но Бетругер поступил по-своему. Он спрятал куб души в самом аду. Позже, найденный бесстрашным морским пехотинцем, куб души стал самым мощным оружием против всех адских порождений, вырвавшихся наружу. Сила куба возрастала всякий раз, как уничтожался очередной демон. И когда таких убитых монстров набиралось пять, древний артефакт оживал и направлялся его обладателем на самых сильных и опасных тварей. Когда же сила зла в пределах портала была подавлена, куб души вновь вернулся, чтобы запечатать адскую ворону. Загадочный и мощный куб души из Дум-3 сегодня становится седьмым среди самых невероятных изобретений компьютерной вселенной. У такой сверхдержавы, как США, в качестве козыря всегда имелась особая элитная военная группа. Гордостью ее бойцов были специальные нано-костюмы, в которые они были облачены. Эта высокотехнологичная разработка сама по себе была оружием, щитом, аптечкой и маскировкой одновременно. Умная одежда, повторявшая контуры человеческого тела, работала в четырех режимах. Режим защиты распределял энергию нано-костюма на защиту и восстановление ран. Он спокойно выдерживал попадание нескольких пуль без ущерба для целостности. А на максимальном запасе энергии мог даже вынести взрыв гранаты в непосредственной близости. Режим силы невероятно увеличивал физическую мощь носящего. Человек становился практически непобедимым в кулачном бою, мог высоко прыгать и даже удерживать очень тяжелые предметы. В режиме скорости нано-костюм давал возможность солдату передвигаться с нечеловеческой быстротой, а также максимально оперативно перезаряжать оружие. Четвертая опция суперодежды делала человека-пользователя на время практически невидимым. Именно благодаря такой экипировке подразделению Дельта удалось отлично противостоять внеземному вторжению на тропическом острове в Желтом море. Сверхпродвинутый нано-костюм из Крайзис обеспечил себе шестое место среди самых невероятных изобретений по ту сторону экрана. После второго взрыва на Чернобыльской атомной электростанции зона начала разрастаться, заражая все новые и новые территории. Появляющиеся словно грибы после дождя аномалии порождали многочисленные артефакты, так ценимые сталкеры. В последнее время в эти места наблюдалось настоящее паломничество. Пустынный город Припять захлестнул поток смельчаков, охотившихся на эти странные сюрпризы зоны. Но настоящих сталкеров не интересовала мелочевка. Они стремились попасть в сам ядерный реактор, где, как говорили, находится монолит. Этот артефакт неизвестного происхождения исполнял желание. Он мог дать человеку богатство, наделить его безраздельной властью, мог избавить мир от зоны или подарить бессмертие. Смельчаков не пугало даже то, что заветное место охранялось таинственной группировкой бойцов, пытавшихся отгородить магический исполнитель желаний от человечества. Самые упорные достигали монолита и загадывали свои заветные желания. Глупцы. Они не знали, что монолит это всего лишь обманка, придуманная группой ученых, именовавших себя у сознания. Это была всего лишь ширма, за которой скрывалось истинное, далеко не радужное положение дел в зону. Монолит из Сталкера оказался на пятой строчке самых невероятных изобретений. В шесть лет Тони Старк самостоятельно собрал двигатель внутреннего сгорания. В семейной компании Старк Индустриз технический гений молодого человека раскрылся в полной мере. Его военные разработки сделали предприятие крупнейшим на рынке вооружений. Сам Тони стал миллиардером. Однако афганский плен, куда он попал во время своего визита в эту страну, поменял мировоззрение вчерашнего производителя орудий смерти. В душной пещере, куда он был брошен группой боевиков, Старк создал истинное творение стальной костюм Марк-1. Освободившись с его помощью из заключения, миллиардер решил посвятить свою жизнь борьбе со злом. В своей лаборатории он создал Марк-2 костюм Железного Человека. Броне были не страшны ни легкое огнестрельное оружие, ни крупнокалиберные пулеметы, ни тяжелые пушки. Ракеты оставляли на латах из сплава золотой титана мелкие царапины. Встроенный крупнокалиберный пулемет и ракетная установка становились для противника лебединой песней смерти. Уникальный дуговой реактор, питающий костюм мощностью 16 миллионов лошадиных сил делал силу Айронмена феноменальной. Старк запросто мог оторвать башню танка, парой ударов разрушить здание, на лету уничтожить самолет или вертолет или поймать ракету и пустить ее в обратном направлении. Гениальность изобретателя, превратившего железный костюм из Айронмен в инструмент борьбы со злом, безусловно, заслуживает четвертого места сегодняшнего списка. После пары минут рекламы мы вернемся, чтобы представить вам тройку лидеров сегодняшней гонки новшеств. Оставайтесь с нами. Эти вещи не родились сами по себе. Их создали искусственно, но во всех присутствует великая доля проведения. Вот только суть этого сверхъестественного начала в них зачастую оказывается ужасной. Мы представляем вам тройку самых невероятных изобретений виртуального мира. предназначение дольманов странных каменных сооружений, построенных на Западном Кавказе несколько тысячелетий назад, долгое время оставалось загадкой. Однако в конце 19 века российский ученый не только понял истинное назначение загадочных массивов, но и создал машину, имитирующую их природу. Он назвал ее органофон. Органофон, как и дольманы, посредством излучаемых инфразвуковых волн воздействовал на сознание человека, открывая перед ним новый, доселе неизвестный мир. Расщепляя связи между различными элементами разума, аппарат нарушал взаимодействие между ощущениями, памятью, сознанием и способностью передвигаться, погружаясь профессор попал в волшебную страну оживших воспоминаний прошлого. Будучи неспособным противостоять соблазну вновь и вновь возвращаться туда, он стал самым настоящим заложником своего гениального технического детища. К концу жизни он осознал неготовность человечества к путешествиям в этот незнакомый мир и распорядился в своем завещании уничтожить машину. Органафон из сублюстром вместо того, чтобы кануть в лету, открывает тройку самых невероятных изобретений виртуального мира. Орден рыцарей джедай тысячелетиями стоял на страже добра и справедливости. Эти защитники галактики с малолетства обучались вступать в гармонию с силой. А при достижении определенного возраста и уровня духовного развития им позволялось носить с собой главный атрибут благороднейшее из оружия световой меч. Этот клинок чистой энергии, испускаемый из рукояти, изготавливался самими джедаями и был именным оружием каждого из рыцарей. Для этого оружия не существовало практически никаких физических преград. Благодаря своей фантастической силе он резал все, что угодно и отражал самые свирепые атаки врагов. Противостоять ему мог лишь другой световой меч. После эпохи великого истребления джедаев войсками империи многие мечи оказались в руках темных ситхов и секрет изготовления оружия попал в их грязные руки. тогда красный цвет клинка стали ассоциировать с правлением темной стороной силы. Символ великого могущества и огромной внутренней энергии световой меч из серии Star Wars удостаивается почетного второго места среди уникальных изобретений. Какому же сооружению повезло оказаться на верхней строчке сегодняшнего списка? Об этом вы узнаете после того, как мы вновь взглянем на арсенал вещей, претендовавших на первенство, но оказавшихся недостаточно невероятным, чтобы стать первыми. Открывает наш хит-лист незаменимый шпионский гаджет. Три фокальные очки Сэма Фишера и спринтер селл. На девятом месте телепорт из серии Half-Life устройство сколь полезное столь опасное. Восьмую строчку занимает экстравагантная портальная пушка из Portal. На седьмой позиции оказался архаичный артефакт Куб Души из Дом-3. Шестым в нашем списке оказался высокотехнологичный мундир элитных сил США из Crysis. В середину нашего хит-парада попал монолит из Сталкера вожделенный магнит, притягивающий постапокалиптических бродяг всех мастей. Четвертое место занимает разработка Тони Старка костюм железного человека из Iron Man. На третьей ступени органофон из Сюблюстром экстравагантный инструмент переносящий человека в потусторонние миры посредством музыки. Вице-чемпионом своей невероятности сегодня оказался меч из серии Star Wars оружие ставшее самым желанным для многих тысяч поклонников силы. А теперь познакомимся с лидером сегодняшнего хит-парада самых невероятных изобретений виртуальности. Цитадель впечатляющая конструкция в виде пятиконечной звезды была создана в центре змеиной туманности тысячелетия назад неизвестной расой. Теперь она стала штаб-квартирой Совета Цитадели правящего триумвирата власти над крупной долей космоса. Миллионы дипломатов торговцев и других представителей изученной галактики от глубокожих однополых Азари до рептилоидных Кроганов нашли здесь пристанище. Считалось что станцию построили Протеане высокоразвитая цивилизация исчезнувшая по неизвестным причинам 50 тысяч лет назад. На самом деле цитадель была создана потрошителями расой разумных машин уничтоживших протеан. Гигантская конструкция с ее масреле была ловушкой заставлявшей цивилизацию развиваться по заданному пути. В один прекрасный день все масреле должны были открыть ворота в межгалактическое пространство обитель потрошителей. Появившись в центре всех космических цивилизаций они планировали уничтожить совет цитадели и прекратить все межзвездные перелеты а затем начать геноцид всех разумных рас. Однако планы эти были нарушены командером Шепардом и флотом цитадели и системного альянса которые совместными усилиями остановили агрессора. Построенная потрошителями ловушка цитадель из масс-эффект благодаря своей грандиозности и значению для существования цивилизации стала первой в списке самых невероятных виртуальных изобретений. только что вы увидели 10 самых невообразимых вещей изобретенных в виртуальном мире. Что-то нам подсказывает что многое из этого в скором времени переместится в мир реальный и тогда вполне вероятно многим из нас может не поздоровиться. Если вы останетесь живы к тому моменту то вновь увидите все ужасы цифрового космоса и вам снова будет страшно и интереснее.